Добрый день, дорогие слушатели. Сегодня у нас снова вторник, 16 апреля, 18.00 и наш классический эфир по вторникам. Давайте потихонечку собираться. Вначале напомню, что мы ведем наши эфиры в телеграм-канале сервиса «Газпромбанк инвестиций». Поэтому скачивайте наше предложение, заводите деньги, инвестируйте вместе с нами и растите вместе с рынком. В последнее время и рынок акций, и рынок облигаций, на мой взгляд, радует инвесторов, приносит дополнительные, а может быть не просто дополнительные, существенные доходы. Поэтому, если кто не с нами еще, обязательно присоединяйтесь, предложение скачивайте, открывайте свой первый брокерский счет. Кстати, рекомендую, может быть отдельно, кстати, эфир над этим проведем, почитать, поизучать ИИС третьего типа. Да, на более долгий срок, но, на мой взгляд, налоговые преимущества гораздо существенные. Поэтому, если кто еще не изучил, очень рекомендую. Это делает инвестирование еще более прибыльным. Напомню, что по вторникам, иногда по четвергам, мы разбираем темы, связанные с фондом рынка, с инвестированием, с финансами. Все, что нам помогает и вам, надеюсь, грамотно выбирать акции и облигации и составлять инвестиционный портфель. Вот кратенько, чем мы тут занимаемся. По регламенту мы стараемся укладываться в час. Первая часть, я задаю вопросы нашему гостю. Вторую часть, надеюсь, я задаю ваши вопросы. Где можно писать вопросы? В последнем посте, в нашем телеграм-канале. Переходите в раздел «Комментарии», оставить комментарии, и там пишите вопросы. Я с удовольствием их во второй части адресую. Ну что, сегодня у нас, на мой взгляд, очень интересная тема. Это рынок электромобилей. Мы обозначили в России, но сразу чуть забегая вперед, поговорим и о рынке электромобилей в мире, в том числе. Потому что все-таки эта тема развивается пока, по крайней мере, в большей степени именно в мире. И уже, безусловно, есть какие-то предпосылки, какие-то даже предложения и на российском рынке. Напоминаю, что рынок электромобилей особенно важно отслеживать не только в том ключе, насколько они развиваются и проникают в нашу жизнь. А в том числе очень важно, что это все-таки влияет на спрос на нефть. А Россия является одним из главных экспортеров нефти и нефтепродуктов. А это все-таки так или иначе касается этого рынка. В этом ключе тоже нужно смотреть на развитие этой индустрии. Вот сегодня об этом поговорим. Как говорится, надеюсь, соберем «за» и «против». Ну а далее уже каждый, как я люблю говорить, в конце примет решение. Ну что, давайте начинать. Итак, у нас сегодня в гостях Алексей Волоснов, партнер практики машиностроения и технологии консалтинговой компании Strategy Partners. Алексей, добрый вечер. Добрый вечер, Андрей. Алексей Волоснов. Хорошо ли меня слышно? Да, Алексей, все прекрасно. Отлично. Спасибо большое за приглашение. Очень рад быть в эфире. Отлично. Ну что, давайте начнем. Как я и анонсировал, предлагаю все-таки начать с мира, если возможно. Расскажите, пожалуйста, много про это пишут. Сейчас, наверное, может быть чуть меньше, как мне кажется. Но все равно, если убрать темы, опять же, с моей точки зрения, искусственного интеллекта, то электромобили как часть возобновляемых источников энергии все еще достаточно популярны. Расскажите, пожалуйста, вот как ситуация все-таки на деле обстоит? Насколько электромобили входят в жизнь жителей планеты? Если можно, какие-то цифры и немного прогнозов на эту тему. Да, спасибо большое за вопрос. Электромобили действительно активно, я бы сказал, входят в жизни жителей планеты. Это не в первый раз. Если вспомнить историю электромобиля, многие, я думаю, слушатели наши знают, что в целом автомобиль, он начинался как электромобиль, и двигатель был электрическим, и на двигатель внутреннего сгорания, и на какие-то другие формы и форматы индустрия перешла уже позже. А первые машины были электромобилями, и в целом прекрасно работали для своей эпохи, и выдавая потрясающие результаты. Поэтому это что-то не новое, это можно назвать в каком-то смысле ренессансом электромобиля. Есть целый ряд причин, которые можно называть, почему это происходит. Это и развитие технологий в значительной степени. То есть появились те технологии, которые позволяют сделать процесс и производство, производство электромобилей и их использование эффективным, интересным для пользователя. Ну и, соответственно, развитие тех технологий позволяет обеспечить эксплуатацию электромобилей в различных климатических условиях, в различных режимах, для различных ситуаций. Я имею в виду и легковой транспорт, и грузовой транспорт. То есть технология и технологические тенденции очень важны. Здесь я имею в виду емкость аккумуляторов и в целом цифровизацию целого ряда функций автомобилей. Поэтому технология – это очень важно. Второе, и этот аспект тоже ни в коем случае нельзя упускать из фокуса, из зоны внимания, это тот хайп, о котором вы сказали. Вы сказали, что есть хайп вокруг искусственного интеллекта, так вот вокруг электромобилей тоже, безусловно, есть своего рода хайп. И это модно, это популярно, это интересно. Этому способствует и деятельность автопроизводителей, начиная от Теслы, самый известный, наверное, автопроизводителей, который, по сути, по многому способствовал тому, что отрасль набрала такую динамику и успех Теслы, в который многие не верили, скепически к нему относились, он, безусловно, имеет место. И, в общем, здесь силой маски и компания Тесла сыграла очень важную роль, хотя многие сходятся в том, что в целом рынок будет, скорее всего, в будущем поделен между более традиционными производителями, которые просто выжидали и сейчас активно заходят на такой уже активно формирующийся, активно развивающийся рынок. У каждого крупного автопроизводителя в линейке есть электромобили, и несколько моделей, и они развиваются активно. Выходят новые модели, новые релизы. Вот это модно, это интересно, это пользуется спросом. Плюс в большинстве развитых и развивающихся стран мира существуют те или иные меры государственного регулирования, меры господдержки, субсидии, которые позволяют рынку более активно развиваться. Это субсидии, связанные с приобретением электротранспорта, и с владением электротранспорта, я имею в виду налоги, и все, что касается заправок, целый комплекс мер в разных странах, он разный. Тоже много спорят относительно того, является ли такое регулирование определяющим для развития отрасли, или оно просто поддерживает, но не является фундаментальным драйвером. Мнения разные есть, и в общем, жизнь покажет, только ли на господдержке зиждется такая популярность, и такой рост числа электромобилей в мире. Могут ли себе это бедные страны позволить, или только удел в первую очередь богатых и частей развивающихся стран, а там, где фундаментальный фактор – это стоимость владения, там, в общем, смена парка с ДВС на электромобили, она будет идти гораздо более низкими темпами. Вот, но тут важен пример Китая. Китай – страна разнородная, несмотря на то, что страна активно растет, там есть разные слои населения, разные классы, но Китай сейчас – это, очевидно, крупнейший рынок для электромобилей в мире. Плюс, что важно, то есть в Китае ежегодно продается чуть меньше 10 миллионов электромобилей, и, то есть каждый шестой, если не ошибаюсь, электромобиль, он продается в Китае, то есть 60% – это Китай, приблизительно так. И это обуславливает возможность для китайских автопроизводителей инвестировать, инвестировать в НИОКР, инвестировать в развитие продукта, инвестировать в технологию, и, в общем, это уже дает свои результаты. Все больше и больше выходит китайских моделей электромобилей в разных ценовых сегментах. Это не только массовый сегмент, есть и премиальные машины, есть машины среднего ценового сегмента, низкого, высокого. И, в целом, есть мнение, есть некий консенсус, что доля электромобилей достаточно быстро в Китае достигнет где-то третьей в продажах, где-то через несколько лет достигнет 38-40%. Это уже очень серьезно. Понятно, что в краткосрочной, даже в среднесрочной перспективе это не окажет фундаментальным влиянием на парк, потому что парк меняется гораздо более медленно. В парке останутся, еще долго будут оставаться машины с двигателями у сгорания, и бензин, и дизель. В коммерческом сегменте это чуть быстрее происходит, хотя тоже там динамика такая не самая высокая смена парка. Вот в легковом транспорте есть определенный консерватизм потребителей, я думаю, что мы там об этом чуть позже поговорим. То есть мир постепенно движется в эту сторону. Плюс важный фактор – ужесточаются требования по СО2. Если взять, например, ведущие европейские столицы, то есть уже ограничения серьезные на въезд в центр города для машин с двигателями у него сгорания. И даже тут резидентские номера и специальные резидентские удостоверения, то есть свидетельство того, что тот или иной гражданин проживает в центре города, не помогает. То есть если это машина с ДВС, то в центр города, в Мадриде, например, въезжать уже нельзя. Вот это означает, что все больше и больше людей будут менять машину на электромобиль, либо пользуются шерингом электромобильным. То есть так или иначе здесь тоже будет потихоньку смена парка. Поэтому здесь интересно. Есть другие примеры развивающихся экономик. Это Таиланд, Индонезия, Индия. Здесь своя динамика, своя тенденция, но в целом тоже присутствует на рынке ряд в Индии, например, местных производителей, которые активно осваивают нишу электромобилей. И, в общем, здесь линейка у них достаточно широкая. И тоже производители находят свой спрос, находят свои употребители. При этом тут надо понимать, что если предыдущие 3-4 года, несмотря на пандемию, несмотря на ряд кризисных процессов в экономике конца 10-х годов, мировые продажи электромобилей очень резко росли, то есть это были про нету темпы 30-40% в год. Это был эффект некой низкой базы. То сейчас в 2024 году ожидается, что индустрия будет расти на 20% примерно. То есть рост будет чуть ниже, но все равно это значительный рост. Для такого большого рынка это очень серьезные цифры. У отрасли при этом существует ряд таких фундаментальных нерешенных проблем. То есть, с одной стороны, на флаг вносится экологичность, электромобиль. Он экологичный, нет выбросов и прочее, прочее. Но тут надо понимать, что электроэнергия, она все равно в розетке откуда-то берется. То есть она где-то каким-то образом производится. Не всегда она производится из возобновляемых источников. Это может быть и нефть, это может быть и мазут, это может быть и газ, это могут быть другие источники энергии, вполне себе ископаемые. Иногда это может быть и какая-то возобновляемая солнечная энергетика и ветер. Но в целом этот вопрос все равно остается. И второй вопрос, еще более фундаментальный, который тоже сейчас пока не решен. Что делать с аккумуляторами, которые в большом количестве нужно будет утилизировать. И это серьезная экологическая проблема, которая пока на системном уровне не решена. Отдельный вопрос с добычей лития. Там тоже много еще вопросов, потому что это тоже не самое экологичное производство. Но, наверное, это не предмет сегодняшней беседы. Хотя, если вы вначале говорили относительно инвестиционных, каких-то инсайтов и перспектив инвестиций в те или иные отрасли, то здесь, конечно, интересно. Мы несколько лет назад делали такое упражнение, что означает консультантный проект для одного из клиентов, что означает рост индустрии электромобилей для различных отраслей, для различных компаний и поставщиков. И достаточно подробно разбирали всю цепочку и смотрели, действительно, где у компаний-поставщиков не первого звена, а чуть дальше от ключевой назад, у кого из них будет наблюдаться фундаментальный рост. И почему? Ну, соответственно, у тех компаний, которые занимаются всеми редкоземельными металлами, которые участвуют в цепочке создания и стоимость электромобиля. Вот у них, да, у них очень хорошие перспективы, и на них можно обращать внимание, в том числе и в инвестиционных целях, потому что, как правило, все редкоземельные металлы, они, в общем, конечны и добываются в таких, часто в сложных, в сложных географических локациях, со всеми сложными, всеми политическими, экономическими и другими. Вот я попытался как-то там относительно коротко ответить на вопрос, что происходит с рынком сейчас. Картина примерно такая. Да, спасибо. Давайте чуть-чуть еще поразбираемся. Вопрос первый. Вот верхнеуровнево кажется, что пока, по крайней мере, история с электромобилями действительно держится либо на ограничениях, как вот вы сказали, например, пример Европы, либо на стимулировании, либо, кстати, и то, и другое. Соответственно, вопрос. Все-таки, вот на текущий момент покупка электромобилей, если убрать ограничения и стимулы, она конкурентна с ДВС или нет? И не видите ли вы здесь риска, что пока есть эти ограничения, особенно поддержка, ну, действительно, рынок растет? Как только она, и если она исчезнет, то тут могут быть проблемы. Хороший вопрос. Я должен честно признаться, что у меня нет для него на этот вопрос идеального ответа, но я постараюсь сформулировать вот в том виде, в котором он есть. Что касается вот конкурентных преимуществ, там, или можно, наверное, еще проще сказать, стоимости владения машины с ДВС и электромобилей. Здесь есть, есть, есть целый ряд аспектов. Первое. У вас есть налоговые определенные послабления. Когда мы говорим о налоге, налоге на имущество по электромобилям, это первое. Второе. Что касается, ну, и, соответственно, вы не платите за парковку, да, если в Москве там парковки для электромобилей бесплатные. Дальше возникают нюансы, как вы эту машину заряжаете. Если вы заряжаете ее где-то, есть возможность заряжать ее где-то, там, либо дома, либо, если это загородный дом, либо парковка с возможностью зарядки, то стоимость электроэнергии, она, она крайне низка, и, соответственно, это очевидно, очевидно, более, но более выгодно, чем заправлять машину на бензине или даже на дизеле. С учетом сейчас высокой стоимости и повышающей стоимости на топливо, безусловно, безусловно, это выгоднее. У меня нет сейчас под рукой, к сожалению, точных цифр, но мы можем говорить совершенно уверенно об экономии, там, порядка 30%, 30-40% по этому пункту затрат. Вот, что касается того, как ведет себя стоимость вот этой машины в периоде, то есть я имею в виду, там, насколько она теряет в цене, какой парк и какой рынок вторичных продаж вот этих машин, здесь немножко сложнее. Сложнее почему? Потому что в 22-23 году на вообще автомобильном рынке России произошли достаточно фундаментальные изменения в связи с уходом ведущих европейских, американских производителей с российского рынка и замещением их на китайских производителей в основном, да, в первую очередь. То есть на рынке появилось достаточно большое количество новых брендов, по которым нет какого-то трек-рекорда, нет истории и нет четкого понимания, вот как это будет, как они будут себя вести на горизонте, там, 3-5 лет. И с точки зрения эксплуатации, на самом деле, и с точки зрения того, вот, насколько они дешевеют, как их оценивают и каким образом ведет себя вторичный рынок. Поэтому здесь сложно. При этом можно с уверенностью говорить, что с точки зрения эксплуатации такой машины, здесь тоже есть определенная экономия, то есть фактически количество жидкостей, количество расходных материалов, фильтров, например, ну, их просто нет. То есть здесь вы значительно меньше тратите на техническое обслуживание этого автомобиля. Ну, и процесс технического обслуживания, он тоже несколько иначе выглядит. Где-то это надо будет перезалить просто программное обеспечение, где-то провести удаленный такой мониторинг, где-то пригнать машину на сервис, там, ее посмотрим. То есть в целом количество узлов, на которые обращают внимание, оно в целом меньше. Машина устроена в этом смысле проще. И, в общем, здесь, если мы говорим про нормальный режим технического обслуживания без каких-либо форс-мажоров и нюансов, то, в общем, тоже это, безусловно, дешево. В этом смысле экономия определенная есть, как минимум, если мы говорим про крупные города, города-миллионники, да, где потихоньку создается инфраструктура. Там в Москве, Санкт-Петербурге такая инфраструктура создается быстрее, очевидным образом, и парк побольше. Но в других городах это происходит медленнее. Но в целом это происходит. И, в общем, если вы, например, пользуетесь электромобилем в каком-то городском режиме либо в смешанном режиме города и какой-то пригород, не очень далеко, то, в общем, вам достаточно комфортно, инфраструктура какая-то есть. Хотя, в общем, бывают такие интересные нюансы, когда заявлена электрозаправка на той или иной заправочной станции большой, а фактически она не работает, ее нет, и что-то еще. Автовладельцы сталкиваются с необходимостью либо срочно искать какую-то альтернативу, либо бывают какие-то случаи, когда не успевают заправиться и вынуждены как-то эвакуироваться. Поэтому это пока есть, инфраструктуры не хватает, но при этом в нормальном каком-то режиме городском эксплуатация электромобиля выгоднее. И она в целом даже не завязана на господдержку, потому что, в общем, здесь льготы имеют не такой большой вес, как все остальное. Плюс ряд автопроизводителей и дилеров дают специальные льготные программы. Сейчас ключевая ставка довольно высокая, как я думаю, что вся наша аудитория знает, поэтому и автокредиты тоже довольно дорогие. В этом смысле есть определенные программы от автопроизводителей, которые субсидируют приобретение электромобилей, и автопроизводители заинтересованы в продвижении своих брендов на рынок. Ну и таким образом инвестируют в это продвижение. Я уточню, это все-таки от производителей, да, в России есть ли программа, от государства, ну вот есть парковки и все, да, еще налоговый, наверное. Налог, да, да, и парковки и налог, это основной сейчас, да, да, да. Хорошо, все-таки, вот, кажется, вы не упомянули по стоимости еще. Опять же, по моей информации, все-таки электромобиль пока обходится дороже. Ну, такого же по классу машины с двигателем внутреннего гарантия. Смотря, что с чем сравнивать, я бы вот так вот сказал. Тут вопрос корректного сравнения. В целом, если мы сравниваем в масс-сегменте, то электромобили масс-сегмента низкого ценного уровня просто на российском рынке сейчас вот с моей точки зрения, можно об этом дискутировать, но с моей точки зрения их нет. Поэтому, если мы говорим там низкий подсегмент такого массового сегмента, то, конечно, это однозначный выбор автомобилей с ДЛС, просто потому что их нет на российском рынке. Более того, тут надо учитывать такой интересный момент, что сейчас заявлены планы по локализации производства такого рода машин в России, как раз вот речь идет о массовом сегменте. Вот, заявлено о том, что это будут российские бренды. Вот, возрожден бренд «Москвич», и там производится автомобиль. Но в целом пока с точки зрения локализации, доли локализации, с точки зрения содержания, комплектующих, это пока еще, конечно, китайский автомобиль, который просто производится в России, да, там производится такая финишная сборка с невысокой степенью локализации. В целом, насколько я себе представляю ситуацию, китайские партнеры заинтересованы в более глубокой локализации, они, в общем, не возражают. Есть вопрос наличия нужных компонентов в России произведенных, наличия партнеров предсказуемых, стабильных, которые готовы дать стабильный объем и стабильное качество. Ну и, соответственно, безусловно, вопрос объема продаж на местном рынке, который бы позволял соответствующим образом загрузить производство, обеспечить его хорошую экономику, да, исходя из такого какого-то эффекта масштаба ожидаемого. Вот, поэтому здесь, как только эти все факторы сойдутся, появится на рынке и недорогой масс-сегмент, и он, в общем, будет похож по цене. Ну да, может быть, он там на 10-15% будет дороже в стоимости, но зато он эффективнее в эксплуатации. Вот, если сравнивать премиальный сегмент, то тут тоже, я бы сказал, что нужно сравнивать осторожно, да, если мы берем такого производителя, как Zikr, да, это вот премиальные машины, премиальные электромобили, еще в прошлом году они были где-то процентов на 20 выше, чем сейчас эти машины стоят, цена снизилась, то есть определенный хайп прошел, прошел определенный дефицит, когда записывались в очередь на эти модели, и сейчас они, в общем, доступны, и сейчас они есть в стоке, и цена снизилась даже. И тут вопрос корректного сравнения. Если, например, мы эту машину сравниваем с одноклассником каким-то европейским, немецкий производитель, то в целом это сопоставимые цены, а то и ниже. Если мы сравниваем эту машину с корейскими аналогами, ну, может быть, цена чуть повыше, но это и премиальная машина тоже, это надо иметь в виду. Поэтому существенного какого-то расхождения, если корректно сравнивать, одноклассников я не вижу, по крайней мере, я не вижу. Цена чуть выше, но она несущественно выше, то есть она позволяет, в общем, конкурировать, и надо смотреть и стоимость, надо смотреть тоже важный аспект комплектации, потому что, как правило, эти китайские автомобили идут с максимальной комплектацией, эти электромобили, тут надо тоже сравнивать корректно комплектацию соответствующих машин с ДВС. Алексей, а можно я уточню, вот про Россию, спасибо, рассказали, а вот в Китае, мне кажется, такой масс-рынок там и по развитию электромобилей, в общем, а вот если есть эта информация, какая ситуация там по соотношению цены электромобилей и ДВС? Вы знаете, у меня под рукой нет, к сожалению, актуальных цен на китайском рынке, но смею предположить, что с учетом того, что в доле продаж новых машин до третьей лет электромобили ценовой фактор, он играет, ну, может быть, не первую роль, не самую существенную, вот, что означает, что в целом есть некий паритет. Плюс, не будем забывать, что Китай сейчас крупнейший производитель электромобилей в мире, что означает, что производственная экономика у них близка к оптимальной с точки зрения комплектующих, которые у них производятся на месте, с точки зрения сборки и объем производства. Это второе. И третье, момент важный, Китай никогда не воспринимал, собственно, рынок домашний, как рынок какой-то с низкой маржой. То есть китайский производитель на китайском рынке зарабатывает. Вот, и, то есть, это значит, что там какого-то искусственного ценообразования тоже нет, и речь об этом не идет. Но при этом не надо забывать, и это справедливо, я думаю, что этот тезис справедлив и для Китая, и для любой другой страны, есть определенная инерция у потребителей, у которых есть где-то это вот какие-то собственные ощущения, где-то это в каком-то смысле шаблоны и предрассудки относительно электромобилей, о том, что они, например, сильно хуже эксплуатируются при низких температурах. Где-то это справедливо, потому что действительно емкость аккумулятора падает, это видно. Вот, и есть какие-то тесты, замеры официальные есть, пользовательский опыт совершенно, совершенно конкретных владельцев этих машин, что действительно при зимней эксплуатации емкость аккумулятора снижается на 20-30%, но она все равно остается довольно высокой. Вот, есть еще ряд каких-то предрассудков и убеждений относительно этих машин. пользовательский опыт другой, опыт эксплуатации немножко отличается. Это я по себе вот могу сказать, что это, конечно, другая машина, электромобиль, другая машина. И это тоже является неким стоп-фактором, то есть цена в данном случае, она не единственный фактор при принятии решения. Хорошо. Тогда мы поговорили про цену, мы поговорили про обслуживание. Вот, если можно, еще важно, мне кажется, тема электромобилей – это аккумуляторы. Вот, насколько, если можно чуть погрузить о нас, какие сейчас, так сказать, реальные пробеги на одном аккумуляторе, какова скорость зарядки, к чему мы стремимся, может быть, в зависимости от региона, и какие здесь перспективы. То есть приблизились ли мы тоже так, близки ли мы к максимальному использованию, или вполне есть новые технологии, которые могут увеличить объем, сократить зарядку, ну и как-то улучшить технические характеристики электромобилей. Да, спасибо. Мировой рынок аккумуляторов для электромобилей, возможно, развивается даже более интенсивно, более интересно и динамично, чем сам рынок электромобилей. То есть он очень активно растет и ожидается, по прогнозам различных экспертов, что мировой рынок вырастет в деньгах еще где-то раз в пять, достигли таких потрясающих цифр, там, порядка, 580-6100 миллиардов долларов через 10 лет к 35-му году. Ну и, соответственно, изменится сам облик батареи, изменится ее мощность. И здесь, конечно, за последние 10-15 лет виден серьезный прогресс в том, что касается технических характеристик. Если еще даже 5-7 лет назад, когда все говорили о электромобиле, аккумуляторе делали всегда оговорка, что, ну да, это, конечно, машина, но, безусловно, запас хода у такой машины, он не сравним с ДВС, и вот мы к этому стремимся. Есть определенная дорожная карта и какие-то планы относительно того, когда будет достигнут паритет. Говорили о том, что вот мы переходим на выпуск водотельных аккумуляторов, и действительно паритет будет достигнут. потому что современные, там, литий-ионные, в первую очередь, батареи, там, где электролиты жидкие или гелевые, они, в общем, там есть риски возгорания, есть риски безопасности. Они, как я и говорил ранее, они, мягко говоря, не очень экологичные. Вот, в общем, новое поколение аккумуляторов, оно позволит эти проблемы решить. Вот, поэтому рынок развивается очень динамично. Сейчас можно говорить о том, что на подавляющем большинстве моделей, в общем, обеспечивается запас хода 300-400 километров, что, в общем, сопоставимо. Не сопоставимо пока еще с дизелем, но сопоставимо с бензиновыми двигателями, ну, с определенными оговорками на машину, на размер бензобака. В целом, в целом, это какие-то сопоставимые цифры. По лучшим образцам есть пробеги и 600-700 километров на одной зарядке. То есть, в целом, скажем так, на мой взгляд, даже, может быть, не только как эксперта, и не столько как эксперта, но и как пользователя, при пробеге от 400 километров на зарядке в целом вопрос пробега, он как-то занимается. Да, то есть, ну, как бы лучше иметь 500, чем 400, лучше 600, чем 500, но в целом это тот пробег, который вам комфортно позволяет в городских условиях и в условиях город-пригород эксплуатировать машину и не ездить, что называется, от розетки до розетки, от зарядки до зарядки. Вот. Поэтому достигнут тот технологический уровень, который позволяет, в общем-то, комфортно эксплуатацию автомобиля. Дальше начинаются нюансы, потому что вот здесь есть проблемы скорости зарядки, и эта проблема скорости зарядки, она даже, я бы сказал, более фундаментальная, чем кажется, потому что проблема скорости зарядки, она связана с той моделью эксплуатации машин, которая у нас сейчас есть. То есть сейчас мы приезжаем на заправочную станцию, чтобы заправить свою машину, тем или иным топливом, визель, бензин, газ. Это у нас занимает какое-то относительно короткое время, там от 5 до 15 минут, в зависимости от очереди, того, что мы делаем на заправке, там, пьем ли мы кофе и так далее. То есть это вот такая модель, модель заправки, под нее настроена вся инфраструктура, под нее настроены, к большому счету, паттерны нашего поведения, и наше ожидание от того, как мы будем взаимодействовать с заправочной станцией. С электротранспортом это немного не так. То есть, скажем так, есть модели аккумуляторов, модели автомобилей, которые, в общем-то, могут работать в этой парадигме. Это сменный аккумулятор, когда вы приезжаете на заправочную станцию, вам меняют аккумулятор на заряженный, забирают у вас тот аккумулятор, который разрядился. Ну и, соответственно, вы тратите примерно то же время. То есть на то, чтобы снять аккумулятор и поставить, примерно то же время вы тратите и довольно дальше уезжаете. Это одна модель поведения, соответственно, одна технология. Более массовая технология, которая внедряется, она, в общем, завязана на том, что аккумулятор необходимо заряжать. То есть вы приехали, и вы заряжаете его. Вот здесь есть определенные развилки. То есть есть так называемые станции медленной зарядки, когда вам необходимо на полную зарядку аккумулятора до 6-7 часов, на частичную зарядку, которая, в общем, может решить проблему того, что у машины достаточно, например, процентов 30 или 40 батарей. Это меньшее количество часов, там это может быть и 2 часа, там и 3 часа. И есть более быстрая зарядка, порядка 20-30 минут. Она, естественно, влияет на количество возможностей зарядки перед зарядкой, потому что быстрее изнашивает аккумулятор. И такие технологии, они довольно дорогие. И, в общем, пока еще хорошей технологии массово внедренной быстрой зарядки ее по большому счету не существует. Но при этом надо понимать, что целый ряд типов транспорта, им они, в общем, не нуждаются в быстрой зарядке. Например, общественный транспорт прекрасно может заряжаться на медленных зарядках в депо. То есть полный автобус ходит по маршруту, приходит в депо, ну и спокойно, в спокойном режиме заряжается. В общем, быстрая зарядка аккумулятора и не нужна, и не востребована. Если вы, как пользователь легкового автомобиля, собственного частного транспорта, эксплуатируете такую машину, вам тоже, может быть, не нужна быстрая зарядка. Вы можете заряжать это на парковке, там, рядом с домом или в доме, если это частный дом. Вы можете заряжать это на парковке в офисе, там, в подземной парковке, около офиса. И машина большую часть дня на любом случае стоит, если мы не говорим о такси, например. И, в общем, здесь тоже быстрая зарядка не так уж и нужна. А если нужно, там, относительно оперативно зарядить машину, ну, придется подождать, там, 30, 40, 50 минут, час. Тогда для таких кейсов понятно, что заправку нужно будет придумывать, чем занять клиентов. Ну, это, на самом деле, хорошее занятие для того, чтобы, ну, хороший кейс, чтобы подумать, потому что, чем больше клиент прибывает на заправочной станции, тем потенциально больше возможностей монетизировать это пребывание, помимо покупки каких-то мелочей, помимо еды, там, это может быть еще что-то, может быть контент какой-то, там, просмотр видео контента, еще что-то, какие-то бизнес-кейсы, которые позволяют монетизировать пребывание пользователя на заправочной станции. Вот в этом смысле это аспект, он не является каким-то препятствием для развития индустрии. Тут просто необходимо ответить на вопрос, по какой модели это будет развиваться. Скорее всего, на самом деле, это будет развиваться и по модели и быстрый зарядки, и медленный, это для каких-то случаев, как я сказал, быстро, быстро просто не нужна, и медленная, и абсолютно достаточна. Уже тех технологий, которые есть, они уже достаточно. Есть бесконтактная зарядка, и такие пилоты, я думаю, тоже многие в аудитории слышали о том, что есть пилотные проекты, когда, по сути, движущееся транспортное средство заряжается от дороги бесконтактно, да, похоже, по аналогии с бесконтактной зарядкой телефона, есть и такое, или во время стоянки заряжается бесконтактно, вот, и этого тоже хватает. То есть есть разные модели, рынок их тестирует, рынок относительно молодой, еще не устоялся какой-то единый стандарт или группа стандартов, вот, и в этом смысле каждая из таких бизнес-моделей, и что, наверное, более важно, потому что паттерн, паттерн того, каким образом мы используем автомобиль, он то и меняться, и будет меняться, и вот как раз эти паттерны использования, паттерны того, как мы заряжаем эту машину, они будут лежать в основе и бизнес-моделей, и будут таким важным фактором для определения некой длины ведущей технологии. Спасибо. Уточняю еще только вопрос, если можно. Вот вы рассказали про большой прогресс, который сделан уже действительно на рынке электроаккумуляторов. Все-таки нас, по ощущениям, или, может быть, по другим экспертным оценкам, ждет какой-то прорыв в этом процессе, или все-таки вот такое постепенное, эволюционное, может быть, увеличение объема аккумулятора, увеличение скорости, но вот как бы на пороге ничего такого революционного не стоит. Ну, я бы так сказал, что с точки зрения каких-то принципов фундаментальных, да, которые лежат в основе, тут революционного ничего не будет. Но очень важный аспект, я немножко об этом упомянул, может быть, глубоко не хотел бы погружаться в тему, не являясь, во-первых, специалистом, во-вторых, может быть, не очень интересно аудитории, что, безусловно, будут меняться материалы, из которых изготавливают, то есть здесь будет больше вариативности. То есть сейчас, если весь мир живет на литий-ионных батареях, там у них хорошая-хорошая плотность, хороший запас хода, то есть, как я и сказал, технологический прогресс, он налицо, и, в общем, эта индустрия продолжает развиваться, то сейчас компании, даже не только автомобильные компании, но, в принципе, крупные технологические компании инвестируют серьезные деньги в разработку твердотельных батарей, есть полимерные решения, есть сульфидные решения. Они, в первую очередь, более дешевые, что важно, потому что аккумулятор является довольно существенной частью его стоимости, стоимости автомобиля. И второе, эти решения более экологичные, что, на самом деле, не менее важно, если честно считать стоимость владения с учетом утилизации будущей, то вот утилизация литий-ионных батарей, это, в общем, такая достаточно дорогая вещь, их вообще сложно утилизировать, и это очень большой вопрос. И там потенциально, это, конечно, очень большой бизнес по их утилизации, то есть не меньше, чем по их продаже, но вот с точки зрения экологии, это очень большой вопрос. Поэтому вся, если можем так сформулировать, революция или такая быстрая эволюция, она будет сфокусирована, на мой взгляд, на этом технологическом аспекте, из чего делаем, как сделать так, чтобы при сохранении емкости, при сохранении основных параметров функциональных была возможность удешевить и сделать производство по всей цепочке более экологичным. Хорошо. Все-таки про один тип аккумуляторов спрошу, потому что, на мой взгляд, в Китае это, ну, начинает все более и более важную доль занимать. Это железно-фасадные аккумуляторы, на которые, как, по крайней мере, мне кажется, раньше, ну, смотрели как на очень неемкую батарею, но сейчас тоже технологии шагнули вперед и там уже, ну, кажется, 200, поправьте меня, 200 плюс-минус километров на ней можно ездить. Вот так ли это? И действительно ли вот железо-фасадное может быть конкурентом там, лития, ну, литий-ионная батарея? Станет ли он конкурентом? Ну, я, 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 извиняюсь за то, что я вам, наверное, частично вопрос вернул, в смысле, покажет время. Так называемые LFP аккумуляторы, ну, они в целом еще и безопаснее. Насколько я знаю, они позволяют, позволяют там лучше снимать, снимать тепло, то есть это означает, что меньше перегрев, меньше теплоотдача, там в целом как бы этого риска нет, потому что, ну, это не секрет, что по литий-ионным аккумуляторам были определенные инциденты, когда были возгорания, вот, и этого риска нет. Там же по железным фосфатам, там же тоже, там тоже есть литий, поэтому тут как бы, это, скажем так, следующее поколение аккумуляторов, там нет других редкоземельных металлов, там, там, по-моему, нет никеля, там еще каких-то ряда элементов нет. Вот, поэтому это следующее поколение. Если следующее поколение будет технологически успешным, на пилоты, которые сейчас есть, они, в общем, они достаточно успешны, ну, они, по сути, значит, придут на смену и заменят. Вот, в бытовой технике я знаю, что есть уже, есть уже отдельные линейки, которые, которые на этих аккумуляторах базируются. Думаю, что, там, в течение нескольких лет мы видим продукты, сначала пилотные продукты, потом уже внедренные, там, где нужна более высокая мощность, потому что тоже надо не забывать, что, и в истории, на самом деле, много, много примеров этому, что, там, в целом, то, что хорошо заряжает мобильный телефон или ноутбук, да, и здесь все с технологией в порядке, не всегда удавалось масштабировать и вот давать такую же мощность, и там, причем нужна еще надо пиковая мощность, машина будет, надо разгоняется, еще какие-то там условия, печка включается, кондиционер, вот, вот эту мощность всегда должна даваться и должна быть доступна и обеспечиваться, поэтому, вот, как только удастся все вот эти, все эти технологические, технологические вещи, там, закрыть и масштабироваться, ну, да, это будет означать, что просто, вот, LSP-батарея придет на смену, придет на смену текущему поколению LITIONIC. Хорошо, все-таки, если финализировать нашу часть, на ваш взгляд, по продаже электромобилей в ближайшие 2-3 года, насколько будут ли расти, если да, то насколько? Мы про Россию говорим или про мир? Про Россию? Про мир, про мир, про мир. Про мир? Да. Ну, про мир, я уже сказал, что там ожидается, что 20% темпов роста в год будет совершенно серьезные темпы роста, вот, и даже, при том, что сейчас уже не низкая база, в целом, в целом парк электромобилей будет расти, будет расти число производителей, многие хотят попробовать этот рынок, отрасли продолжают ввести, вот в этом смысле, вот, ожидают, ожидают хорошие профиции. Плюс, надо не забывать, что есть такой аспект, что по-прежнему, как отдельное направление этого рынка, или там под направлением сохраняются гибриды, то есть, это не чистый электромобиль, а электромобиль, например, с ДВС на дизель, это тоже довольно экологичный, соответствующий всем самым строгим, даже строгим европейским нормам, но при этом его эффективность, она, в общем-то, еще выше, и вполне себе есть апологеты этого направления, которые считают, что этот микс, это совмещение, оно вообще является оптимальным для разных условий, разных режимов эксплуатации. Вот, это как раз был мой следующий вопрос, если все-таки можно даже поподробнее. Мы не договаривались, все, да. Не договаривались, да, про то, что вот, ну, по крайней мере, та литература, которая мне попадается, как раз говорит о том, что некий, вот хочется подтвердить его это или нет, некий, как бы это правильно выразить, ну, был такой, действительно, некий хайп, некое желание владеть электромобилем по мере как бы пробования и использования, ну, скажем так, у пользователей как бы снимаются розовые очки, они начинают действительно сталкиваться с этими сложностями, долгая зарядка, маленький запас хода и так далее, и обращают все больше внимания на гибрида, при том, что у них запас хода, вот, если можно тоже, скажите, большой, собственно, как бы минусов нет, да, есть, там, немножко неэкологичность, но гораздо меньше, чем у ДВС, и это некий такой компромисс, который, как бы в итоге может вырвать лидерство у электромобилей, или все-таки нет, это, ну, преувеличено? Ну, лидерство вряд ли, я бы сказал, что, ну, вот вы, мне кажется, достаточно корректно сформулировали, назвав это компромиссом, потому что он позволяет расширить аудиторию пользователей, привлечь тех скептиков, которые, может быть, пока еще с недоверием относятся к, ну, к чистому электромобилю, но дать возможность попробовать, вот, поэксплуатировать такой смешанный вариант, поэтому я бы сказал, что вряд ли, вряд ли это направление будет прям исключительно мейнстримом, скорее, вот оно, оно является разновидностью такой большой глобальной тенденции, связанной с электромобилями, потому что, если посмотреть на какие-то еще альтернативы, да, тут можно, можно обратить внимание на водородный двигатель, тоже, несколько лет назад, ряд экспертов, доказывал, что, и всем казалось, многим казалось, что это мейнстрим, это технология, которая скоро, скоро уже прям дозреет, и выйдет рекоммерциализации, и, в общем, водород, вот, поистине чистое топливо, и так далее, и так далее, и так далее, вот, но, тут тоже опять надо смотреть цепочку, если посчитать, каким образом происходит получение этого водорода, электролиз, то, тут тоже, тоже открываются нюансы, тоже, экология, и тоже эта технология не 100% экологичная, ну, и плюс эффективность, стоимость эксплуатации вот такого водородного двигателя, она тоже, тоже, тоже неоптимальна, стоимость довольно высока, поэтому пока, по крайней мере, какого-то, какой-то альтернативы более, более экологичной электромобилям нет, по крайней мере, знаете, так вот, я посумулирую в общественном сознании, может быть, если когда-то ученые, там, российские или зарубежные порадуют нас управляемые термоядерные реакции, да, когда энергия будет бесплатной, фактически, можно будет прямо ее черпать, там, запуск таких реакторов, он переносился, там, из 90-х, 2000-х, на 10-х годов, вот, сейчас там на 30-е откладывается, то можно будет говорить о том, что в целом, там, источник энергии вообще не важен, и любой вариант подходит, и водород, и электромобили, но пока этого не случилось, в общем, нужно, нужно корректно считать и экологический эффект, влияние на экологию, и экономика. Да, Алексей, просто немного времени остается, хотел все-таки уточнить, ну, а какой минус? Вот кажется, запас хода, ну, просто буквально недавно как раз мне коллега, кажется, расхваливал, запас хода больше, но экологичность, ну, справедливости ради кажется, что все-таки такой рядовой пользователь, ну, может быть, и думает, но, да, ну, не то, что совсем не обращает внимания, но, когда это не мешает жизни, то окей, хорошо, если это еще экологично, вот, есть плюсы электромобиля, но нет вот этих минусов, все-таки, какие там есть минусы, почему вот оно все-таки не может, как вы сказали, стать мейнстриом? Ну, я бы сказал, что это не минусы, а это объективные факторы, которые просто влияют на развитие рынка, во-первых, тут несколько есть факторов, первое, не везде еще хватает инфраструктура, да, если посмотреть на Россию, и на планы по развитию инфраструктуры, они сейчас стали гораздо амбициознее в справедливости ради, чем 2-3 года назад, когда число заправок измерялось еще пока даже не в тысячах, а там в сотнях единиц, сейчас, то есть это тысячи, там, это планы достаточно амбициозные, к 30-му году построить 13 или 14 тысяч заправок, это недостаточно далеко даже для нашего парка электромобилей, предполагаемого, но это уже кое-что, вот, то есть, первый вопрос, инфраструктура, и ее объективно не хватает везде, но в развивающихся странах особенно, потому что просто позже начали. Второе, это пользовательский опыт и пользовательские предпочтения, здесь надо просто признать, что пользователь, рядовой пользователь достаточно консервативен, и несмотря на целый ряд каких-то факторов, которые, казалось бы, в пользу покупки электромобиля, непривычно, непривык, там, хочу, чтобы было как раньше, да, вот, звук мотора, там, эти ощущения, поэтому здесь есть определенная, определенная инерция, и это будет происходить постепенно, плюс, для электромобиля еще не создан парк вторичных, вторичных, вторичных продаж, парк был у машин достаточный, он только создается, и, в общем, когда он будет достаточно большим, и будет понимание, как эти машины ведут себя на горизонте, 3, 5, 7 лет, как они эксплуатируются, с какими проблемами сталкивается пользователь, здесь число пользователей будет расширяться, то есть, есть, есть часть, часть, часть клиентов, которые, вот, посчитают, был у машины, не могут себе позволить, или не хотят покупать автомобиль, который устревает сразу после того, как он выехал за вороты дележеского центра, вот, поэтому, вот эти проблемы есть, и, и, в целом, просто рынок достаточно большой, циклы у, у смены автопарка, они довольно длинные, то есть, машины эксплуатируются, там, и 3, и 5, и 7, и 10 лет, и больше, вот, современный автомобиль, он достаточно долго устаревает, и при, при, при хорошей эксплуатации, может довольно долго эксплуатироваться, и, в целом, там, хозяин его может не менять, вот, есть статистика определенная, что сроки, что и сроки замены парка, тоже, тоже удлинились, пользователи дольше не продают, это связано с экономической ситуацией в стране, вот, и тут не только про Россию речь, наша страна не исключение, в целом, экономическая ситуация в мире, она остается такой, нет какого-то там серьезного роста везде, поэтому этот процесс, он просто медленный, и он требует времени, нельзя сказать, что вот ничего не происходит, просто есть определенная инерция, как и в легковом транспорте, так и в коммерческом транспорте, где тоже есть налаженные процессы, есть, вот, как бы, еще посчитанные бизнес-кейсы, как эксплуатировать ту или иную машину, и, если, если, вот, плюсы перехода на электротранспорт, они не очевидны, либо эксплуатация сопряжена с серьезной сменой парадигмы, и с точки зрения заправок, и с точки зрения запчастей, эксплуатации и так далее, то, ну, это объективно небыстрый процесс. Хорошо, в конце немного времени остается, вопрос у слушателей, нет ли планов в России по производству аккумуляторных батарей? Есть такие планы, есть, тут не раскрою какого-то секрета, информация публичная, об этом можно посмотреть в разных источниках. Дочерние компании Росатома планируют строительство двух фабрик, одна фабрика, гигафабрика, условно говоря, чуть больше емкости, цифр продуктов, к сожалению, нет, но действительно можно найти в публичных источниках, там проект запущен уже, и будет функционировать, это Калининград, а вторая, поменьше производительность, это мегафабрика, вот, но даже эти вот заявленные два проекта основных, они, если все планы по производству электромобилей на территории России будут реализованы, они не покрывают потребности даже внутреннего рынка, поэтому мощности по производству электроаккумуляторов нужны еще, с учетом того, что эти электроаккумуляторы будут использоваться не только на новых машинах, они будут еще и замещать вышедшие из эксплуатации аккумуляторы в действующем автопарке, вот, поэтому план такие есть. – Хорошо, и еще один вопрос от Максима, ну, он может быть в сторону, если есть какая-то информация, это про платины палладии, как, так сказать, ингредиент для производства классических автомобилей, есть ли там, ну, есть ли риски для этих металлов, и, если я правильно понимаю, все-таки электромобили, они не используются? – Платины не используются, палладии, я не знаю, тут мне сложно сказать, вопрос в том, если я правильно понял вопрос, да, означает ли рост рынка электромобилей, что спрос на эти металлы пойдет вниз, да? – Да, 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 да. – Знаете, Думаю, что нет, потому что эти металлы, они же используются в много, очень-очень-очень активно в радио-микроэлектронной промышленности, в различных, в различного рода компонентах, вот, а электромобили – это такой большой компьютер, и здесь, в общем, если они по какой-то причине будут меньше использоваться в автомобильной промышленности, эти металлы совершенно точно востребованы на рынке и бытовой окружающей нас электроники и так далее, то есть число устройств растет, число устройств умного дома, умного города тоже растет, там эти металлы находят спрос и применяются. Не готов подробно комментировать относительно автомобильного рынка, но в целом, как для редкоземельных металлов, так и для подобного рода металлов, в общем, я какого-то фундаментального риска, риска снижения спроса не вижу. Хорошо. И финальный вопрос от меня, если можно. Вы чуть-чуть эту тему касались, но часто она всплывает. Это все-таки эксплуатирование электромобиля в холодную погоду. Насколько все-таки действительно КПД снижается, или, опять же, это немного преувеличенные цифры? Нет, есть какая-то статистика и от производителей, и есть, что называется, такая пользовательская статистика, исходя из опыта эксплуатации конкретных пользователей этих машин. Есть понимание, что снижается емкость аккумулятора на 20-30% зимой, с одной стороны. С другой стороны, даже вот та емкость, которая, называется, остается, она позволяет достаточно комфортно эксплуатировать автомобиль в городских условиях и не ездить в режиме отправки-дезаправки. То есть тех, условно говоря, 300 километров запаса, запаса входа в 300-350 километров в целом хватает на то, чтобы достаточно комфортно эксплуатировать машину. Плюс вот это снижение так называемого КПД, там, да, запаса хода, она переливает, безусловно, со своей температурами. Если мы говорим про европейскую часть России и какую-то комфортную, такую зиму, с не очень низкими температурами, там, ну, минус 5-7 градусов, то снижение КПД ниже. Если мы, конечно, говорим, там, про минус 20-25, то здесь, да, эти температурные режимы более сложные. Но, опять же, есть технологии, которые позволяют позволяют снизить снизить потерю тепла целого яд решений технических, которые позволяют тоже не терять КПД так сильно и оставаться в этом горизонте, в этом коридоре, минус 15-20% от нормального. В общем, это проблема решена, в принципе. Хорошо. И финальный вопрос, если можно, как итог. Я правильно услышал вас, что все-таки вы подтверждаете, что вектор электромобилей продолжается, рост продолжается, и, в общем, пока видится, что через 5-10, а может быть, 20 лет все-таки мы потихонечку идем к тому, что электромобиль станет более часто встречаемым автомобильным дорогам в мире, чем классические автомобили с моторами внутреннего сгорания. Да, да, да. Это не только я подтверждаю, это подтверждает реальность, в действительности рынок активно растет, планы автопроизводителей этому свидетельствуют, что целый ряд автопроизводителей фактически можно посмотреть на их дорожные карты развития до 30-35-го годов. У некоторых по ряду линейок предусмотрен вывод из производства машин с ДВС, а после этого они где-то лет 10 их еще будут поддерживать с точки зрения эксплуатации, запчастей и всего остального, комплектующих. В общем, они не будут производить уже новые машины, это будет означать, что доля продаж электромобилей будет только увеличиваться. Это очевидно, их будет больше на дорогах, будет меняться структура парка. Не быстро, но будет меняться. Я не исключаю, что на горизонте 7, 10, 15 лет появятся еще технологии, которые дополнят, улучшат эту. И здесь, в общем, не исключаю появление каких-то еще технологических решений, которые будут еще более эффективными. Но в целом, если смотреть на какие-то такие крупные тенденции, да, электромобили, это наше некоторое будущее, хотим мы того или нет. Спасибо большое вам за подробный рассказ, дорогие слушатели. Надеюсь, было полезно, и вы тоже задумаетесь о приобретении или, по крайней мере, использовании или получении опыта, сейчас, кстати, тоже очень частое явление, о пользовании электромобилей. Алексей, большое вам спасибо, всем хорошего вечера, до свидания. Всем большое, Андрей, до свидания. Продолжение следует...